hello сегодня будем разбирать reading на примере текста из miniales.com давайте например возьмем вот этот текст это очень классный сайт miniales можете его использовать в общем почему он классно потому что он выглядит как будто сам экзамен ielts когда будет сдавать ведь она на стороне у нас есть текст на два вопроса это очень полезно это очень приятно потому что когда вы сдаете когда вы делаете на на бумаге обычные кембриджские тесты ты их уже будет перелистывать очень долго а так здесь видео сразу и текст и вопросы и на компьютер-based ielts также итак я вам расскажу примерно как я делаю рейдинг и как мы должны его делать потому что у меня рейдинг девятка за последние два теста то есть я знаю о чем я говорю и смотрите открываем рейдинг не читаем текст вначале сразу мы на вопросы вопросы есть двух типов есть легкие и сложные легкие вопросы это те которые не требуют прочтения текста то есть вы сразу же можете найти по словам ключевым в тексте информацию а сложные вопросы это когда нам нужно читать текст или параграфы отдельные например вы знаете такое задание есть мяча headings то есть есть название у параграфов и вы их пишете это сложнее потому что вам приходится читать весь параграф и понимать его полностью первые вопросы у нас не сложные вторые true false not given немного тяжелее уже тебе пробуем вместе сделать первый вопрос ты онлайн мэп проводит с юзер свой рестор с ним something and details of his produce что мы сюда пишем мы не знаем можно пробовать сделать какую-то догадку кесс и не забываем одно слово только здесь должен быть окей что же за слово сидит начинаем читать быстро получается мы с ким текст то есть мы быстро пробегаемся по тексту что мы должны идти в виде ключевые слова онлайн мэп ключевые слова users права с юзерс и вот эти вещи три вещи получатся есть название магазина что-то и какие-то детали детали продукции и поехали сверху так сервей нам не надо ресурс из фрун буртон фотоссоциейшн details вот ведь и деталя скала фудоса первого онлайн мэп хорошо типа они вводят детали какие-то точки появляются на онлайн карте мы нашли онлайн карту видим это это онлайн карта показывает display the specific location если ты нажмешь она тебе покажет name и видите вот это если у них есть свежие фрукты и овощи тогда то есть я бы сказал что вот это детали вот это вот на им и вот это вот location эти три вещи которые показываются на онлайн карте поэтому всегда перестал логично быть и это не так сложно и например сделаем второй вопрос one goal of the mapping project is to help develop new something on food одна из целей этого проекта по созданию карты это помочь разработать новое что-то для еды разработать что-то для еды что например какие-то методики или какие-то технологии может быть да читаем здесь получается мы нашли первый вопрос поэтому скорее всего будет дальше discovering the researchers plan eventually to survey the entire borough of brooklyn specific and detailed description it will help residents find fresh food sell mostly package snacks food deserts the aim of the project is also to assist government officials. Вот, видите, одна из целей the aim of the project, перефразирование слова goal на слово aim, это помочь представительному власти оценивать, получается, оценивать доступность еды и формировать будущие политики про еду. Вот, я бы сказал, что слово forum здесь заменяется на слово develop, формировать или создавать. New policies слово здесь, политика, то есть политика не в большом плане, а такая маленькая политика на, ну, типа как, типа закон, короче, по еде. Таким образом мы делаем вот такой вот тип вопросов, когда нам нужно сделать notes, мы из текста какое-то одно слово берем пишем сюда. Далее. True, false, not given. Сейчас я вам объясню то, к чему никто не объясняет, но это очень крутой способ. Смотрите, у нас есть предложение, чтобы понять оно true, false или not given, то есть если оно правдивое, либо оно наоборот, contradicts, оно opposite, либо мы не знаем точно. Мы должны в вопросе определить самые важные части. Например, смотрите, здесь. A group of professional researchers are in charge of the Brooklyn project. Три части, да. Первое, то, что это именно профессиональные исследователи, а не волонтеры и не школьники и не студенты. Профессиональные исследователи, первое. In charge. Они возглавляют. То есть они не просто там работают, они именно возглавляют этот проект. И проект называется Brooklyn Project. Мы это ищем в тексте теперь. Смотрите, Brooklyn Project это у нас ключевое слово. Название, да. Потому что не так много такого будет здесь. Так. Вот это в начале. Получается, смотрите. Вот это вот Brooklyn Food Association, там работают researchers. Окей. Окей, 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 окей. Так. Это и называется Brooklyn Project, потому что вот здесь так и написано. Так. Они планируют исследовать весь Боро Бруклина. В общем, я думаю, что это true. Потому что смотрите, у нас есть ресерчеры. Они профессиональные, это не какие-то волонтеры. Правильно? И они делают этот проект. Они его возглавляют. Я бы сказал, что это true. Так. И давайте посмотрим, например, последний вопрос. Jeffrey Higgs would like more people to assist with the Brooklyn Project research. Окей, я скажу, что это где-то в конце, потому что это последний вопрос. Мы ищем имя. Jeffrey Higgs. Так. Кэрол, Гретчин, это не Jeffrey. Я не вижу. Гретчин, Карен, Мишель. Воношел. Так. Вот. Мы видим слово Higgs, но здесь ничего нет. Видите, смотрите, мы нашли Higgs, то есть это одна часть главная. Вот названо имя человека. Но здесь ничего не сказано про то, хочет ли он, чтобы больше людей помогал или нет. Поэтому мы ищем еще его имя. Если мы не найдем его, то это not given. Потому что в предложение про этого Higgs мы не нашли. Так. Калагер есть. Как из сериала, да? Так. Мишель. Карен. Директор Гретчин. Так. Вот еще, смотрите, еще раз. Хиггс говорит, да? Что он говорит? Он надеется, что там будут фреш волонтеры, которые будут делать awareness и surveying, то есть они будут помогать в проекту. Так, я думаю, что это true, потому что, видите, мы нашли Хиггса, вот, Хиггс, и он надеется, Хоупс, то, что будут новые волонтеры. Окей, мы сделали 4 вопроса, смотрим. И мы ответили на 3 вопроса, а это неправильно. Окей, какие именно? Получается, здесь, вот, в седьмом у нас была ошибка, первое, второе, последнее, правильно, седьмая ошибка. Итак, смотрим. Седьмой ответ, false. Так, еще на этом сайте иногда они показывают, где именно ошибка, но что-то в этот раз они не показали. A group of professional researchers are in charge of the Brooklyn project. Так. Так, так, так. Так, так, так. Я, честно, не нашел это. Возможно, еще, знаете, на сайте, может, это, они сами ошиблись. Потому что, если здесь конкретно не написано, что это не researchers делают, а кто-то другой. Вот, кто это делает? Кто делает этот проект? Может, в этом, именно из-за этого, видите, ordinary citizens have been using the internet to draw attention to the lack of healthy eating options. Получается, обычные жители, они используют интернет, чтобы привлечь внимание. Так. Потом у них был survey. Потом это были researchers из Brooklyn Food Association. Наверное, да, все-таки мы ошиблись. Потому что, смотрите, в Brooklyn Project это обычные люди, видите, ordinary citizens, которые начали этот проект делать. А вот этот Brooklyn Food Association, это не есть Brooklyn Project, это разные вещи. Получается, в Brooklyn Food Association работают researchers, а в Brooklyn Project просто ordinary citizens. Окей, бывает, нечетко. Так, и этот, как мы делаем в Reading. Всем пока. Всем пока. Всем пока.